ну давайте разберемся с тем мифом что петербург был построен на болоте это действительно миф потому что то что получили скажем при раскопках которые были в том месте где сейчас остатки от раскопок которые проводили перед предполагаемым строительством башни газпрома на охоте вот там были подняты пласты которые имеют возраст порядка четырех тысяч лет и там обнаружены следы от стоянок древних русов древних славян это керамика всяческие инструменты немножко вышли уже идут слои шведские слои русские слои новгородские но в целом то что раскопали показала что значит люди жили на территории санкт-петербурга даже 4000 лет назад то есть сразу после того как была образована него там уже были люди вот теперь миф о том что петербург был не населен это совершенно не так в 1300 году в устье ох ты была построена шведская крепость но через год она была захвачена новгородцами и петербург территории петербурга стали заселять новгородцы где-то через 70 лет власть надо новгородцами захватила москва и туда же стали переселяться люди практически со всей европейской территории россии значит сколько было деревень в петербурге вот карты 15 16 века говорят о том что существовали на территории петербурга сотни деревень причем самое интересное что судя по картам которые сделали шведы а эти карты сделаны после так называемого столбового мира когда территория петербурга отошла к шведам и шведы сделали новую крепость которая называлась не шанс это значит было в начале 17 века там был город не я на шведский а на противоположной стороне не вы на территории нынешнего смольного было село спас к еще несколько русских сел оказывается что там еще в конце 13 века была построена спаская церковь там существовало вот это селение спаская вокруг него было несколько русских деревень русские деревни так что также были в центре города где сейчас дворцовая площадь летний сад там тоже были русские деревни но после так называемого столбового мира с швеции шведский король решил заселить эти земли финнами лютеранами и в большом количестве финны приехали на территорию питера стали заселять васильевский остров петроградскую сторону и даже юг петербурга вплоть до теперешнего красного села и вот оказывается что вот на этой карте все названия финские но несмотря на это существовали петербурге как финские поселения так и русские и все жили в мире согласии были там были еще шведские поселения вот тот самый городок не и на и церковь не им шанс видите как ни странно все жили мирно довольно довольно дружно на за что воевали если рассмотрим за что воевали то оказывается за всеми этими воинами за тевтонским орденом стоит некая внешняя сила которая и создавала все вот эти военные ситуации посылала шведов воевать с русами а в общем за что непонятно потому что можно было жить в мире торговать это действительно происходило в шестнадцатом веке все жили мирным ну а потом когда к власти решил пришел петр первый он выгнал шведов из ним шанса и стал строить новый город уже практически на обжитых территориях потому что судя по картам конца шестнадцатого века вся территория петербурга была освоена то есть это были деревня не стояли на возвышенностях на песчаных косах там росли вековые собственно огромные которые сохранялись были пашни были заливные луга ну и лишь в самых низких болотистых местах был смешанный лес вы сами понимаете если регулярно происходит наводнение то сосны там погибнут мелкий смешанный лес был ну а потом песок с дюн стали разбирать на засыпки этих мелких мест ну так петербург по сути дела петр первый превратил в болот вырубив сосновые леса и засыпав эти болотистые места потом пришлось делать канала как вас в манстердаме для осушения этих мест также на самом деле миф о том что петр первый пришел на необжитое болотистыми вместо это конечно миф он совершенно не соответствует действительности место это уже давно было освоено и русами и шведами и финнами и всех жили там в согласии вот такая картина получается из исторических данных которые давно известны болотными в только чтобы возвели и возвеличить петра как человека который прорубил окно в европу несмотря на то что и и шведы и русские финны занимались торговлей возили товары по неве и по финскому заливу и по сфере все это было до петра первого причем самое удивительное ведь петр первый стал воевать с шведским королем который был главным в то время главным врагом великобритании понимаете так что вот петра первого стравили шведским королем это опять таки была задумка прежде всего английских масонов покончил и и и и и и и Продолжение следует...